Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Очередной пожар. На этот раз огненная стихия обрушилась на Академию Синроссии. Как не получить камнем по голове? Кто должен следить за состоянием балконов в городе? Чем мы дышим? Блескали экологическая ситуация в Рязани к норме. Открытые настиж окна, разбитые стекла. В Академии в Синроссии ликвидируют последствия пожара. Напомню, накануне вечером произошло возгорание в одном из лекционных залов. Подробности ЧП узнала Дина Исляева. Это видео сняли и выложили в сеть жителей Рязани. Пожар в Академии правого управления было видно издалека. Горел шестой этаж. В 20 часов 42 минуты поступило сообщение о загорании в учебном корпусе Академии Син в городе Рязани. На момент прибытия было установлено, что происходит горение в лекционной аудитории на шестом этаже. Вместо пожара направлено 17 единиц техники от МЧС России. В тушении участвует 41 человек. Пожару присвоили третью из пяти существующих категорий сложности. На его ликвидацию ушло порядка двух часов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительной информации, это электротехническая причина. Но какая из них будет установлена в ходе экспертизы? Изъяты с места происшествия электропроводка, которая проходит определенные исследования. Сейчас само здание пока отключено полностью, потому что особенность электрической схемы предусматривает вот именно полную запитку. В данный момент отключена идет просушка всеми возможными способами. Немедленно оно будет включено, но в дневное время достаточно светло. Занятия идут в непострадавших аудиториях и помещениях. Сейчас в здании по-прежнему разбиты окна на шестом этаже, через которые тушили огонь. На остальных этажах окна открыты, видимо, чтобы выветривался запах дыма. Под крышами домов опасно ходить не только зимой. Если в холодное время года жители боятся, что на голову упадет наледь или сосулька, то весной, летом и осенью возникает другая опасность. Многие дома в городе старые, крыши и элементы балконов часто не выдерживают погодных условий. И, как следствие, падают вниз. Кто должен следить за состоянием балконов и крыш и куда обращаться в случае несчастья, расскажет Валерий Седов. Чтобы найти разрушенные балконы, далеко ходить не надо. Достаточно прогуляться по центральным улицам города. Например, состояние таковых на улице Коширина оставляет желать лучшего. Разрушенная бетонная плита, болтающаяся на ветру арматура. Все это висит прямо над головой пешеходов. Каждый день здесь хожу, балконы в отвратительном состоянии. То есть они могут обрушиться в абсолютно любой момент. Когда сосульки весна и вот начинается зима осенью. Страшновато. Конечно страшно. А у нас есть выбор. А это еще здесь сухо. А вот когда сыро, вот там пройти нельзя, мы идем по дороге. Переживаю. Но надеемся, что их реконструируют скоро, в скором времени. Сообщение о падении балконов на пешеходов федеральных СМИ не редкость. Встречаются подобные в Рязани. И неужели падение балконов или элементов опоры – это вина жильцов? Юристы отвечают – нет. Все собственники квартир платят управляющей компании или ТСЖ, которые и выполняют необходимый перечень работ по содержанию многоквартирного дома. Организация, которая собирает деньги за содержание жилья, ответственна в том числе за проведение вот этих планово-предупредительных проверок, которые в том числе необходимы для предупреждения аварийных ситуаций, чтобы не было никакой беды. И здесь не просто проверка – пришли-ушли, да, действительно составляется акт осмотра как металлического ограждения балкона, чтобы вы не упали вместе с этой металлической решеткой, и балконной плиты. Все это делается два раза в год. Если человек заметил, что балкон находится в ненадлежащем состоянии, то следует обратиться в управляющую компанию. В том случае, если они не захотят провести проверку, следует идти в суд. У этой проблемы есть и другая сторона, более трагичная. Балкон или его элементы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, могут и вовсе упасть на проходящих под ним людей. Вы предъявляете требование, когда у вас уже есть соответствующие документы, что вот там-то случилось то-то, то-то. Ваши, если есть расходы, подтвержденные документально, вы просите возмещение ущерба и компенсации морального вреда. Если в досудебном порядке у вас ничего не получается в результате переписки, то в дальнейшем вы обращаетесь в суд, и как потребитель вы имеете право обратиться в суд по месту вашего жительства. Управляющая компания или ТСЖ должны следить не только за состоянием балконов. Олег Попов перечислил не менее 20 пунктов, которые входят в графу под названием «Содержание жилья». И проверки почти половины этих элементов, таких как балконы, должны проходить не менее одного раза в год. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В продолжении темы, соседские страсти, незаконная надстройка одного жителя дома, стала проблемой для другого. Мужчина решил самостоятельно увеличить высоту постройки и в результате принес немало проблем своей соседке. Подробности далее. Галины. Лед пробивает, со льдом снег падает, особенно по весне. Набирается вот такие сугробы, вышиной метр, снегу больше. И все вниз во льду, и вот-вот падает, падает, и все пробивает. А ведь сами прикиньте, с высоты такой, лед со снегом падает, конечно, мою крышу пробьет. Раньше за состоянием крыши следил муж Галины. После его смерти женщина каждую весну нанимает бригаду рабочих, которые и ремонтируют кровлю. Вот только на этом злоплечения не заканчиваются. Когда Галина обратилась к нотариусу, чтобы узаконить собственность после смерти мужа, то возникли проблемы с метражом из-за надстройки. Решить их удалось после нескольких походов в суд. Стоит отметить, что в документах так и сказано, что надстройка незаконна. Датировано решение суда в 2008 году. Галина не может сказать точно, узаконили ли соседи постройку за 8 лет или нет. Женщину интересует другое. Как долго с крыши будут падать снег и вода? Юрист Анастасия Носова рассказала, что в таких случаях необходимо обращаться в суд. Ведь любая надстройка требует определенных согласований. Для того, чтобы возвести такую постройку, которую мы видим на съемке, здесь нужно обязательно согласие собственников соседей, непосредственно, которые живут рядом. Также нужна проектная документация. И обязательно здесь при разрешении на строительство, при данном, должны быть учтены отсутствие угрозы жизни и здоровья, а также имущества третьих лиц. В случае Галины подобных согласований не проводилось. К сожалению, подобное происшествие в городе не единственное. Увеличение площади дома, те или иные надстройки – все это должно происходить не только по согласованию с соседями, но и с государственными органами. Проблемы можно решить и в самом начале. А не доводить дело до суда. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Должникам по алиментам отменят отсрочку от армии. Такую информацию опубликовал Интерфакс. Инициатором нововведения стал зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он предложил отменить отсрочку от армии должникам с двумя и более детьми – ребенком и женой. Срок беременности, который составляет не менее 26 недель. Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы при этом предлагают обязать предоставлять по запросам военных комиссариатов сведения о возбуждении или прекращении исполнительного производства, о взыскании долгов по алиментам. В правительстве инициативу поддержали. «Что мы едим? Чем дышим? Насколько экологическая ситуация в нашем регионе близка к норме? И где границы той самой нормы, если вокруг работают заводы и колесят машины?» На эти и другие вопросы решили ответить в детском эколого-биологическом центре. Мы решили присоединиться к сотрудникам и узнать ответы на эти и другие вопросы. Пожалуй, каждый человек знает, что плохая экология негативно влияет на здоровье. Но мало кто догадывается, что повышенный уровень шума может мало того, что привести к нарушению психологического состояния, так еще и стать причиной расстройства пищеварения. Именно так утверждают специалисты. Для улицы норма шума составляет 60-70 дБ. Для помещения всего 50. Сейчас мы вместе с Денисом Ломзовым узнаем параметры воздуха, которым мы дышим. Денис, расскажите, пожалуйста, что это за приборы и что мы будем мерить? Это учебная экологическая лаборатория, она так называется «Экология». С программным обеспечением для ПК, при помощи которого мы можем померить параметры воздуха. Это температура, влажность воздуха, освещенность, там где мы находимся. Это датчик влажности и датчик углекислого газа. Оборудование хоть и учебное, но в точности замеров сомневаться не приходится. Также мы проверили уровень влажности. Он составил около 6%. Температуру воздуха на момент съемок было 13 градусов выше нуля. И уровень радиационного фона. Норма в нашем регионе составляет 14 микрорентген в час. Показатели также оказались в норме. Даже в Рязанской области, в городе Рязани, можно померить радиацию, скажем, у памятников, сделанных из гранита. Там тоже радиация будет повышена. И вот те молодые мамы, которые гуляют с детьми в таких парках, старайтесь держаться подальше от памятников. Потому что они излучают радиацию, которую нам привезли вместе с гранитом. В вопросах экологии мелочей не бывает, считает биолог Эльвира Сидорова. Раздельный сбор мусора, к слову, способен решить массу проблем. Безотходное производство, сбор макулатуры и так далее. Конечно, вряд ли кто захочет отказаться от благ цивилизации в угоду улучшения экологии. Но помочь себе справиться с неблагоприятными условиями окружающей среды человек в состоянии. Совет один. Чаще убирайтесь на зеленые участки, выезжайте в леса, приезжайте к нам в парк. Это будет лучшая профилактика. Дышать свежим воздухом. Деревья называли легкие планеты. Это всегда. Высаживать больше деревьев, это в любом случае тоже как вариант. Потому что они выделяют большое количество кислорода. Это очень здорово. Мы им дышим. Деревья действительно во многом помогают. Когда мы замерили уровень углекислого газа в парке, эколог биологического центра, к удивлению, он оказался в норме. И он показывает, что углекислый газ в норме. То есть те самые 0,03% углекислого газа, которые должны содержаться в атмосферном воздухе, это нормально. То есть несмотря на то, что дорога поблизости, но все-таки наши зеленые друзья нас спасают. В этом парке растут уникальные деревья и кустарники. Их здесь более 250 видов и столько же разновидностей травянистых растений. Среди редких деревьев яблони и груши, посаженные еще до Великой Отечественной войны. Но это не все. Это черный орех. Дерево для нашего региона уникальное. Привезено из Северной Америки. Конкретно вот этому дереву уже более 60 лет. Оно плодоносит каждый год вот такими плодами. Их отличает высокое содержание йода в кожуре. И вообще они вполне съедобны. Помимо того, что гулять на свежем воздухе полезно для здоровья, картины, нарисованные осенними холодами, радуют своей красотой и разными оттенками. А это сродни арт-терапии. Чего так не хватает серым городским будням. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В России увеличилось количество черных кредиторов. За полгода было выявлено почти 2000 организаций, у которых не было лицензии Банка России. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение численности происходит в основном за счет регионов. Чаще всего мошенники обозначают в названии фирму действующих финансовых институтов. Например, заявляют о работе микрофинансовой организации. Проверить легальность работы компании, предлагающей финансовые услуги, можно на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки». За различные нарушения, а также за непредоставление отчетности, организации могут быть исключены из этого реестра. После чего им запрещено предоставлять потребительские займы. Информация об исключенных фирмах также есть в перечне. Еще один способ быстро проверить, имеет ли право организация предоставлять потребительские займы, ввести ее название в поисковой строке Яндекса. Специальный маркер «Синий кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ» является подтверждением того, что на указанном сайте предлагаются услуги компании, имеющие статус микрофинансовой организации. А значит, Банк России осуществляет надзор за ее деятельностью, защищая права и интересы потребителей. 17 октября в Рязани стартует третий форум русского языка, посвященный памяти академика Измаила Ивановича Срезневского. В нем примут участие более 70 студентов вузов в более чем из 20 регионов страны. Москва, Санкт-Петербург, Донецк, Крым, Томск, Новосибирск. География довольно широкая. Молодые люди представят свои проекты, которые направлены в основном на сохранение чистоты русского языка. Подробности далее. Язык – это живой организм. Некоторые специалисты даже считают, что это зеркало народа. А между тем, великий и могучий с каждым годом обрастает новыми непонятными словами. Одни филологи считают, что это естественный процесс, ведь мир не стоит на месте, другие бьют тревогу. Студенты видят проблемы сохранения чистоты русского языка. Все то, что нас окружает – это вывески, например, это этикетки товаров, это название наших повседневных каких-то предметов. Сейчас очень много заимствований из других языков, из среды цифровой. Поэтому есть такие примеры проектов, которые направлены как раз на то, чтобы в названиях заведений, вывесок использовать именно русский язык, сделать это популярным. Мы решили пройти по центру города и посмотреть, какие вывески встречаются чаще. К нашему удивлению, иностранное название «кафе» мы нашли только одно. Если несколько лет назад здесь красовались буквы латинского алфавита повсюду, то сейчас ситуация диаметрально поменялась. Возможно, это связано с изменением отношения в обществе к родному языку. Например, рязанцы считают, что проблемы есть, и с ними надо бороться. Слишком много заимствований, и русский язык потихонечку пропадает, и древних русских слов мало остается. У него очень много сленгов, много инноваций всяких в русском языке. Его плохо знают. Общаюсь с людьми, с молодыми людьми, с более старшим поколением. Совершенно разный язык и совершенно разное наполнение языка. Русский по-прежнему остается одним из самых востребованных языков в мире. Он находится на четвертом месте среди языков, с которых чаще всего переводят. А по использованию в интернете занимает почетное второе место. И несмотря на сложность, наша словесность с каждым годом набирает популярность. Это доказывает и форум русского языка, в котором изъявили принять участие и иностранцы, студенты из Китая и Индии. Участником третьего форума русского языка станет студент Российского университета дружбы народов. Сам он из Индии, обучается здесь, в России. И проект его направлен на продвижение русского языка у себя в стране, в Индии, куда, наверное, он поедет после окончания учебного заведения. Одна эпоха сменяет другую, меняются люди, их отношения к жизни. Слова, бывшие некогда популярными, переходят в разряд архаизмов и историзмов. Одно остается неизменным – язык – это история народа. Это путь цивилизации и культуры, поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Эти слова принадлежат писателю Александру Куприну. И как нельзя лучше подходит к дню сегодняшнему. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Танки, самолеты и машины своими руками. В Центральной детской библиотеке «Рязани» работает кружок для школьников, где учат делать копии военной техники. Подробности далее в сюжете. Мы оставляем верхнюю часть корпуса, чтобы она сохла, и приступаем к окраске правого борта нижней части корпуса. Для Дмитрия Пульчева детское увлечение стало профессией, которой он посвятил всю жизнь. В детстве ходил в судомодельный кружок дворца пионеров. Теперь сам учит таких же мальчишек. У него несколько групп, занимаются в них 20 человек. Учим работать различным инструментом. Кусачки, надфили, ножницы, акриловыми красками. Учим работать кистью, аэрографом. Здесь невозможно его использовать. Учим, как самим интересоваться и узнавать, что это был за танк, за самолет, чем они знамениты, что за устройство, какие детали внутри, какие детали снаружи. Дети сделать полностью модель своими руками не могут. Это слишком сложно. Для начала учатся собирать готовые модели. Илья Морозов собирает самолет. Мне нравится военная техника, копии, модели какие-то, строить, конструировать. Многие считают, что это можно делать и в домашних условиях. Но Дмитрий Пульчев с этим утверждением не согласен. Модель, похожая на оригинал, получается только если все знаешь о технике. Родители с ним согласны. Это очень полезное занятие для развития, для интеллекта. Во-первых, развивается моторика. Мне кажется, что ему помогает даже в учебе. И вообще он просто очень увлечен этим. В библиотеке, где проходят занятия, есть и выставка лучших работ среди них, работы Дмитрия Пульчева. Например, он собрал штурмовик Ил-2М3 1943 года. У него скошенная передняя кромка крыла. Окраска модели 23-й отдельный штурмовой авиаполк Черноморского флота. По школе я все-таки судомоделист и предпочитаю морскую авиацию. У самолета нестандартное получается соотношение окраски опознавательных знаков. Сверху камуфляж двухцветный зелено-коричневый. Это 1943 год. На опознавательные знаки звезды уже с красно-белой окантовкой. Это 1944 год. То есть, вроде бы, получается, как бы, некий самолет-долгожитель, который вот с 1943 до 1944 дожил. Его не сбили, не был он потерян. У Дмитрия Пульчева уже прошли несколько выставок. А дома за годы, благодаря увлечению, накопилось более сотни моделей военной техники. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok